Я так понимаю, что вы в основном занимаетесь лично помощью в трудоустройстве менеджеров высшего звена, людей высокопрофессиональных. А могут ли к вам обратиться, например, официант или сборщик мебели? И сколько это стоит? И по карману ли это будет обыкновенному человеку? Вот мы говорим сейчас конкретно о вашей профессии. И хорошо ли вам, как говорят, кому война, кому мать родная? Вот вам в этих условиях экономического кризиса и массовых сокращений как живется? В организациях, в которых я тружусь, есть направление, которое сейчас родилось в 2008 году в тот кризис. Мы трудоустраиваем руководителей среднего и высшего звена. Вы правильно сказали, что в основном тех людей, у которых есть деньги для этого. Это одно из направлений. В основном оно работает в Москве. И нам в 2008 год жилось хорошо. И сейчас, честно говоря, клиентов у нас достаточно в этом направлении. Однако для тех людей, которые не имеют достаточных средств для того, чтобы им кто-то профессиональную помощь оказывал, мы издаем бесплатные материалы. А именно, у меня есть книга, ее можно скачать на моем сайте. Если вам позвонят в студию, я с удовольствием бесплатно отправлю, и она у вас будет. Про резюме, про самое трудоустройство. Вот словечки, формулировки, которые мы сегодня с вами проходили, они есть в письменном виде. И я стремлюсь как-то и в Ютьюбе бесплатно их распространять, чтобы люди эти советы слышали. Потому что несколько тысяч рублей для нас не сделают никакой прибыли, а для человека большинство все-таки это серьезные затраты. И мы с удовольствием свою социальную миссию оказываем. И я не единственный. Есть множество кадровых агентств во Владивостоке, в Приморье, которые с вами побеседуют, если вы к ним придете, и помогут вам с какими-то советами, как дальше действовать. Вот, Владимир, вот сейчас вот в условиях кризиса очень часто люди идут на такой шаг, работают на перспективу. Вот сейчас я приду, поработаю там за 30, а потом подумаем, говорят работодатели, да, и может быть, там будет даже 60. Или какой-то мужчина через два месяца вас уволит. Помните, нам звонил человек в студию. Да, да, да. Вот как вы думаете, вот в этих условиях, как быть? Есть два варианта на перспективу. При этом и в том, и в другом перспектива вроде бы очень ясная. Первый вариант, если вам работа действительно по душе, вам нравится это делать, вы занимаетесь тем, о чем вы мечтали, вы общаетесь с теми людьми, которые вам интересны, и пусть вам платят какие-то копейки. Но перспектива тут не в денежном выражении, а в том, что вы сейчас проживаете свою профессиональную жизнь с удовольствием. У вас жизнь начинается не в 18.00 вечера и не заканчивается в 9 утра, когда вы идёте на работу. Вот тогда нужно рисковать, я уверен в этом. А вторая стезия, ну вы сами знаете ответ. Подумайте, соберите отзывы, взвесьте 10 раз и посмотрите, какие альтернативные предложения ещё есть. Вот я, как мама школьника, сейчас очень занята таким вопросом, как определиться с выбором профессии. Вот вы человек, который занимаетесь трудоустройством. Какие самые перспективные направления и куда, как вот выбрать профессию, чтобы потом получать от неё удовольствие и моральное, и финансовое? Хорошо, что вы сказали насчёт школьника, по той причине, что в ВУЗе заниматься самоопределением не то, чтобы уже поздно, но уже очень сложно. Уважаемые зрители, те, которые являются школьниками или родители, настоятельно рекомендую сейчас подумать для ребёнка в старших классах о том, чем он будет заниматься дальше. И сделать это нужно в двух направлениях. Первое, хочешь не хочешь, попробуйте поработать и с тестами, наука в этом кое-что понимает. Для того, чтобы понять, к чему ваш ребёнок больше склоняется. И понаблюдайте в том числе. А второе, чтобы я настоятельно рекомендовал организовать самим родителям, учителям школы и прочее, делайте дни открытых дверей у работодателей, родителей. Ну то есть в школе 30 человек, сходите в 10 организаций, покажите детям, что делают люди в телестудии, на рынке, где продают фрукты, в загородном, где выращивают помидоры. Покажите всё. Пусть ребёнок ощутит себя внутри этого в двух-трёх часах нахождения. И тогда он сам начнёт ощущать, понимать, что ему действительно нравится в жизни. И вы не сломаете судьбу человеку. А иначе он выберет неправильную дорогу, женится, будет получать оклад в 15 тысяч рублей, возьмёт ипотеку, а потом уже поздно рисковать. То есть родители в ответе за то, какую профессию выберут их дети, и они должны сами прилагать к этому усилия. Совершенно точно. Возвращаясь опять к вопросу вашей профессии, вашей работы. Да, многие с недоверием. Вот кто-то обращается к вам с просьбой, а кто-то относится с большим недоверием к бизнес-тренерам. Зачем тратиться на прописные истины? Вот назовите аргументы для общения с вами. Я могу приводить множество аргументов, но есть одна весьма простая вещь, которая во всяком случае отличает мою работу как бизнес-тренера, как вы упомянули. Действительно не так интересно в 2015 году проводить лекции, где ты переключаешь слайды и говоришь, почитайте вот это, вот следующий слайд, откройте раздаточный материал. Вот так проходят семинары и лекции. Людям нужно другое. Им нужно, чтобы, раз ты такой умный, это называется. Попробуй меня устроить на интересное место, где бы я получал хорошую зарплату. Точно, причем сделай это прямо сейчас, при мне. Не надо мне рассказывать сказки, что через неделю вам позвонят. Если речь идет о семинаре по трудоустройству, по переговорам-продажам, по хэт-хантингу или подбору персонала, то найди мне сотрудника, говорит мне работодатель, сейчас мне нужен профессиональный бухгалтер, который разбирается в участке заработной платы и работал в судостроительных компаниях. Вот кто мне нужен. Значит, нужно прямо сейчас позвонить в судоходные, судостроительные компании, найти, узнать имя, переговорить и привезти его в конце тренинга сюда. Вот это такое называется реалити-метод. Он сложный, для него нужна смелость, но ее хватает и у меня, и я развиваю ее в участниках. Участники должны внутри себя сломать барьеры. И тогда они могут делать все по велению щелчка пальцев. Вот вы назвали один такой метод, то есть позвонить в другую компанию, переманить человека. Но когда город, например, не сильный, а большой, то вот это вот переманивание, оно считается, ну знаете, существует понятие этики. Вот как вот вы это прокомментируете? Я вчера ужинал в одном кафе во Владивостоке, очень приличное заведение, и ужинал с хозяином этого кафе, и он мне спросил себя о следующем, тоже об этике. Он говорит, вот приехал в наш город какой-то американец, он сказал, он открыл сеть кафе. И почему этот американец, мы с ним обедаем, разговариваем периодически, позвонил моему сотруднику и стал его переманивать. Он говорит, Владимир, вот это корректно, это вообще этично. И мой ответ следующий. Если вы как руководители знакомы, вы вместе обедаете, разговариваете, то, по-моему, это крайне непорядочно так делать. Однако, если другая ситуация, вы не знакомы, ну вы конкуренты, извините, это бизнес. Если ты не мотивируешь своего сотрудника, и он получает у тебя 15 тысяч рублей, а у меня он будет получать 18 или 20, получается, я социальную функцию для него оказываю. Лишние 3 или 5 тысяч рублей для его ребенка и для него лично, а чем это плохо? Я сделал доброе дело этому парню, этому официанту или человеку, которого он переманил. Ну а если уж ты с чем-то не согласен, поговори со мной как с руководителем. Если мы договоримся, мы этого делать не будем. А не договоримся, извини, это конкуренция. Еще такой важный момент. Мы в основном с вами говорили о работе, о работодателях и людях, ищущих работу. И как-то подсознательно все-таки мы имели в виду большие города, Владивосток в частности. Но, я думаю, самая большая проблема с сокращениями сейчас стоит в маленьких городах, где и так работу найти, днем с огнем не сыщешь. А сегодня массовые сокращения. Что вы скажете этим людям? Скажу, что вот в таких костюмах очень легко разговаривать про Владивосток и большие города. А вот где в городе живет тысяча человек, и там всего, в принципе, два предприятия и два магазина, где и так все трудоустроено, и тебя уволили из крупного предприятия, оно сокращается. Что делать? Вариантов не так много. Но я их перечислю все равно. Первый вариант. Посмотреть работу в ближайших городах. А города ближайшие тоже маленькие, тоже с минимумом вакансии. Второе. Если в селе, городе небольшом есть интернет, просмотреть варианты работы или в городе, или удаленно работы в интернете. Кстати говоря, есть много сайтов для фрилансеров, так называемых. Фрилансеры – это люди, которые работают без фиксированной части, удаленно. И если вы можете набирать текст, делать картинки дизайнерские, выполнять какие-то несложные функции, работы как специалист колл-центра в каком-нибудь банке, вариантов много. Главное, чтобы у вас был подключен интернет. Ну, благо, вроде бы, интернет сейчас идет хорошими шагами, но не везде он хорош. И третий вариант. Создавайте что-нибудь свое. Вот только что, вот здесь, на площади, около ОТВ, по пятницам проходит ярмарка. На центральной площади Владивостока. Да, да, вы правильно называли. Приезжают люди из районов, продают мед. Я только что купил там рыбу, семгу подкопченную, скушал ее с удовольствием перед передачей. Так если эти люди, скорее всего, они из деревень, из маленьких городов, смогли это сделать, почему бы вам не выезжать раз в неделю в город, и, скорее всего, за это или бесплатно, или небольшие деньги показывать все, что ты смог произвести за городом. Это труд, это люди, большие трудяги. Зарабатывают они немного, но им на жизнь хватает. Выбирайте эти направления или присоединяйте свои, и тогда вы сможете найти работу, которая вам будет по душе. И главное, ни один кризис не будет вам страшен. Мед и рыба нужна всегда. Но я очень надеюсь, что наш эфир каким-то образом поможет людям, или потерявшим работу, или стоящим на грани этого, или ищущим работу. Но самое главное, хочется пожелать здоровья всем близким, детям, потому что, когда есть здоровье, есть силы искать работу, работать и двигаться дальше. Я напомню, сегодня мы говорили, у нас в гостях был Владимир Якуба, бизнес-тренер. Спасибо, что вы пришли к нам. Спасибо, Ольга. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин